Ну и сегодня же Александр Цибульский официально вступил в должность губернатора Ненинского округа. Торжественная церемония инаугура состоялась в полдень в концертном зале Дворца культуры Арктика. Глава региона принес присягу в присутствии полномоченного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, депутатов различных уровней, членов Совета Федерации, почетных жителей заполярного субъекта и других приглашенных гостей. О том, как это было, в следующем материале. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Ненинского округа проходит при полном зале. В числе приглашенных гостей – высокопоставленные политические деятели, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и простые граждане. Вот военнослужащие местного гарнизона вносят на сцену главные символы государства из-за полярного субъекта. После председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов зачитывает официальные результаты сегодняшнего голосования. Большинство парламентариев поддержало именно Александра Цибульского. Вступая в должность губернатора Ненинского автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, уставы законы Ненинского автономного округа, а также исполнять указы президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации, уважать и охранять права человека и гражданина, приложить все знания и силы для повышения благосостояния жителей Ненинского автономного округа, верно служить народу и Конституции Российской Федерации. Цибульский Александр Витальевич вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа. Первым с официальным вступлением в должность губернатора Александра Цибульского поздравил спикер регионального парламента. Доверие, оказанное вам депутатами округа, является свидетельством высокой оценки вашей профессиональной деятельности. Труд губернатора – это одновременно огромная честь и огромная ответственность. Но у нас нет никаких сомнений в том, что вы приложите все усилия для развития нашего региона. Ведь для этого у вас есть все необходимое – опыт работы на федеральном уровне, лидерские качества, высокая работоспособность, а самое главное – уважение наших граждан. В одном из первых своих интервью окружным средством массовой информации вы сказали следующие слова. «Здесь ты настолько близок к людям, что ежедневно, разговаривая с ними, понимаешь, их достойная жизнь напрямую связана с твоими решениями. Пусть каждое ваше решение, каждый поступок будут и впредь продиктованы заботой о благе каждого жителя Заполярья». Со словами поддержки к новоиспеченному губернатору обратились и остальные гости. Так, например, полномочный представитель президента в ССФУ Александр Бегло в своем выступлении отметил, главная задача любого руководителя того или иного субъекта – слышать людей в центре внимания и в улучшении качества жизни местного населения. «В течение года вы уже выполняете обязанности, и хочу сказать, что есть определенные успехи, но их надо улучшить, их нужно сделать более весомыми, потому что жители от вас этого ждут. И вы сегодня являетесь вместе с депутатами законодательного собраниями, защитниками этой земли и защитниками населения, которые живут на этой старинной древней земле». На инаугурации сегодня присутствовала и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, защита прав и интересов граждан – это тоже одна задача любого губернатора. «Я хочу пожелать вам оптимизма, здоровья для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. В своей клятве центральное место вы, как и положено по уставу, уделили защите прав и свобод человека и гражданина. И сегодня, когда арктические территории находятся в центре внимания президента Российской Федерации». Развитие сельских территорий и работа с местными кадрами – моменты, на которые в первую очередь должен обратить Александр Цибульский, считают представители ветеранских организаций. Об этом поздравляя главу региона, заявил почетный житель Ненецкого округа Вячеслав Карипанов. «Разговаривая с председателями ветеранских организаций, разговаривая с жителями округа, я слышал от них добрые слова о вас, о вашей деятельности. Поэтому просили все, чтобы вы обратили внимание на следующие моменты, которые они считают важными в нашей жизни. Это приостановить или остановить и вдохнуть новую жизнь в наши села. Это очень сложная задача, но они считают, что вы с нею справитесь». Затем слово взял сам Александр Цибульский. Проблем в округе достаточно, и их нужно непременно решать, отметил он. Поэтапно, а еще предупредил своих коллег за невыполнение поручений. Подчиненные будут нести персональную ответственность, все без исключения. «Здесь, как принято говорить, и об этом сегодня уже упоминалось, здесь за полярным кругом возникает особое, совершенно четкое понимание значения слова «честность». Вот я старался весь этот год не прятаться за чужими спинами. Честно говоря, и возможности такой особо не было, поскольку действительно вот эта связь между руководителем региона и каждым жителем, она очень короткая. Но я понял, что вот это понятие честности здесь абсолютно. И сейчас, стоя на этой трибуне, я смотрю в зал и понимаю, что могу с уверенностью сказать, что с большинством из вас я знаком лично. И за этот год мы успели встретиться, с кем-то встречались не раз. Мы обсуждали какие-то вопросы, в том числе какие-то проблемы. И действительно, мне кажется, старались наметить пути их решения, а какие-то из них, может быть, даже уже сумели решить. К сожалению, конечно, не удалось решить все проблемы, но я хочу вас уверить в том, что ни одна из них не отложена в сторону и не забыта. Все то, что мы с вами обсуждали, все те проблемы, которые вы обозначали на встречах со мной, они будут продолжать решаться, и я уверен, что мы постараемся решить их всех. Я неоднократно говорил сегодня об ответственности. Сам я ее постоянно связываю с фразой нашего соотечественника, писателя, журналиста, общественного деятеля Фазиль Абдулович Искандера. В одном из его произведений он сказал, на мой взгляд, очень точную фразу, что настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. И я хотел бы призвать всех тех людей, кто в ближайшие годы будет работать вместе со мной, давайте работать так, чтобы никому из нас не пришлось краснеть. И всегда помнить о том, что каждый из нас несет персональную ответственность перед людьми за свою работу. Еще раз большое спасибо за доверие. Я сделаю все, чтобы его оправдать. Отдельно к губернатору обратился глава муниципальных образований. Он призвал руководителей сельсоветов повысить активность работы. За последние 12 месяцев Александр Цибульский побывал практически во всех крупных деревнях и селах. В каждом поселении масса нерешенных проблем. И порой, чтобы решить их, нужно просто иметь желание. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин. Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok